Украинская армия потерпела массу унизительных тактических поражений от ополчения. Именно унизительных, именно тактических. Потому что стратегически она всегда оставалась сильнее ополчения в десятки раз. Тем не менее, она самим фактом своего существования, своего участия в боевых действиях за пять месяцев уже, она приобрела достаточно большой опыт. Этот опыт зачастую негативный, то есть, опять же, опыт поражений, унизительных поражений. Но это тоже опыт, это тоже военный опыт, который повысил ее боевые качества. Далее, от нее отлетело очень много шлака в виде офицеров и солдат, которые не желали воевать, которые разбежались, дезертировали, нашли себе место в других районах. То есть, сложилось ядро, которое вы готовы воевать дальше. Этого еще четыре-пять месяцев назад не было. В принципе, эта армия уже готова в какой-то степени противостоять регулярным российским вооруженным силам. И противостоять относительно успешно. Я всегда считал, что уничижительные отзывы об украинской армии, об украинцах, как о военных, они не только некорректны, они вообще вредны, как таковы. Не надо забывать, что украинцы, как именно галичане, допустим, или русские украинцы, как это принято говорить, они все остаются русскими. Под нормальным командованием и в обороне особенно, они прекрасно сражаются. Проблема украинской армии в первую очередь в командирах, в руководителях, но не в солдатах. У солдат возникают проблемы тогда, когда они сталкиваются с тем, что видят несоответствие пропаганды и реальности. Когда они попадают в районы, населенные такими же, как они, мирными жителями и понимают, что эти жители не видят в них освободителей и не ждут их как освободителей. Вот тогда устойчивость частей, особенно именно армейских, начинает колебаться. В остальных случаях они, в принципе, всерьез считают, что сражаются против России, против фашистов-наемников, особенно, когда они непосредственно не сталкиваются, против каких-то там мифических чеченцев, осетин, и сражаются достаточно стойко. Именно в обороне, по крайней мере, в атаку ходят плохо, конечно. Но тут следствие именно и недостатка опыта, и слабой все-таки относительно мотивации, и того, что зомби — это зомби. То есть оболваненный боец, если он зазомбирован, он не будет хорошо ходить в атаку, потому что он не сможет биться достаточно сознательно. На самой Украине этот вопрос решался таким образом, что люди, когда их на 2-3 недели освобождали из-под киевского телевидения, они начинали что-то соображать. То есть для того, чтобы прежде чем противопоставлять пропаганду пропаганде, надо дать возможность людям просто осмотреться, что происходит на самом деле. То есть это как наркотик, то есть после ломки происходит ломка. Только после ломки, после того, как она снята, человеку можно там что-то как бы внушить или заново, или построить его жизнь по-другому. Но пока он под действием наркотика находится, его бесполезно в чем-либо убеждать. Там сражаются не наемники, которые от конфликта к конфликту, там сражаются частные военные компании. То есть они интернациональны по своей сути уже давным-давно. Там может быть больше одних или других национальностей. Но это действительно люди, которые не имеют уже национальности как таковой. То есть не ставят в угла свою национальность. ЧВК — это наше будущее, если так можно сказать. Будущие войны будут вестись именно частными военными компаниями. По крайней мере в той модели мира, которую планируют Соединенные Штаты и мировая олигархия. Кто для вас герой? На кого вы ориентировались, ориентируетесь по жизни? Ну, несомненно, из наиболее узнаваемых лиц я могу назвать генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, который для меня является образцом просто во всех отношениях. То есть как в отношении полководца, так и в отношении личностных качеств. Это был глубоко верующий православный человек и человек, который не стеснялся говорить в глаза, в том числе высокопоставленным царедворцам, то, что он о них думает. Есть данные, что ваш рейтинг популярности сегодня второй после Путина. Вы готовы стать президентом? Во-первых, я не слежу за собственными рейтингами, и вообще за рейтингами каковыми. Но вы должны сами понимать, что где я, а где президент. Президент отвечает за всю страну, а мне максимум удалось покомандовать 4000-й бригадой. Поэтому говорить о том, ну просто несопоставимой величины, и всерьез даже обсуждать этот вопрос, я считаю, невозможно.